Пантеон – одна из самых известных построек Древнего Рима. Он лучше всех сохранился полностью или почти полностью. Первый пантеон был построен еще до нашей эры консулом Агриппой, другом детства первого императора Рима Октавиана Августа. Первоначальное здание было разрушено во время сильного пожара в 80-м году нашей эры, а после восстановления в 110-м году оно снова сгорело от удара молнии. Пантеон, что мы видим сейчас, является его третьей версией, и он был построен при императоре Адриане приблизительно в 125-м году нашей эры. В 1892 году сотрудник французской академии, той академии, которая находится на Вилле Медичи в Риме, при раскопках у пантеона обнаружил кирпичи, которые датируются 120-125 годами нашей эры. На римских кирпичах того времени перед термической обработкой ставили клеймо. Это еще раз доказывает, что пантеон был построен при императоре Адриане. Но надпись на пантеоне сохранилась от первого храма. Пантеон в переводе с греческого переводится как «пан», «все», «ты он», «бог». Поэтому мы и называем пантеон храмом всех богов. В древние времена в пантеоне проводили заседания жрецов. В 399 году император Гонорий запретил проводить языческие обряды. Но ни у кого не поднялась рука разрушить это величайшее строение, как происходило с другими языческими храмами. Его на некоторое время просто забросили. Потом император Фока подарил пантеон папе Бонифацию IV. И с 13 мая 609 года пантеон стал церковью Святой Марии мучеников. Так языческому храму удалось уцелеть это разрушение. Название церкви было дано в честь мощей христианских мучеников, которые привезли в пантеоны с катакомм «Прима». Сюда и с катакомм привезли 28 телег-останков, чтобы защитить их от мародерства. Сразу после освящения храма все предметы, которые были связаны с языческим культом, были уничтожены. А вместо них в нишах появились статуи христианских святых. Стены в нишах и в часовнях расписали фресками на библейские темы. И если говорить в общем о форме пантеона, то за исключением небольших потерь, форма здания со времен Октавиана Августа практически не изменилась. Единственное изменение пантеона было то, что ему несколько раз пристраивали колокольни. Первая колокольня была построена в XIII веке, а затем в XVII. Это сооружение Бернини было известно нам как «Ослинные уши». В XIV и XV веке в Риме времена были неспокойные, и пантеон выполнял роль крепости. Ведь стены пантеона были мощные и неприступные. А в портики вообще пристраивали лавки и хижины. Впрочем, в то время так было во всем Риме. Лишь в XVI веке пантеон очистили от пристроек и вернули ему былой блеск. Реставрацией храма занимался Рафаэль. Согласно его желанию, в 1520 году Рафаэль был похоронен здесь. Перед входом в пантеон мы видим портик с 16 колоннами. Колонны высотой 14 метров. Они поддерживают треугольный фронтон, на котором размещена надпись с первого пантеона Агриппы. Большие бронзовые двери сохранились с античных времен. Они были отреставрированы в XVI веке. Через эти огромные двери мы попадаем в круглый зал пантеона. От этого огромного пустого пространства начинает кружиться голова, и чувствуешь себя таким маленьким. Самое интересное в том, что внутренний диаметр купола точно соответствует высоте храма от земли. И получается, что мы находимся в центре большой полой сферы. Микеланджело называл пантеон созданием ангелов, а не человеческих рук. Он жил рядом и часто приходил сюда делать замеры. В этот период он занимался куполом собора Святого Петра. Архитекторы того времени придумали очень хитрый прием для возведения купола. Толщина бетона от основания до верха уменьшается. Если здесь у основания толщина бетона была 6,5 метров, то чем выше был купол, тем тоньше бетон. И плюс ко всему состав бетона менялся в зависимости от высоты. Если нижний ярус был из бетона с травертиновой крошкой, то в следующие ярусы добавляли более легкий наполнитель. В бетон добавляли туф или пемзу. Купол Пантеона похож на небесный свод, а через круглое отверстие Окулус мы видим лучи Солнца. Свет проникает в круглое отверстие диаметром 9 метров. Попав внутрь, свет не рассеивается, а освещает Пантеон как прожектор. Каждый год 21 июня в день летнего солнцестояния. В полдень лучи Солнца проходят через Ока и освещают дверь и всех, кто входит в храм. Это очень красивое зрелище. Если в этот день вы будете в Риме, постарайтесь полдень прийти в Пантеон. Ежегодно на 50-й день после Пасхи католическая церковь отмечает праздник Пентекосты. В этот день все стремятся попасть в Пантеон, чтобы увидеть красочное зрелище – дождь из лепестков роз. После службы, которая начинается в 10.30 и заканчивается в 12, с высоты купола высыпают огромное множество лепестков роз. Это просто потрясающее зрелище. Они кружатся в лучах света и медленно опускаются на пол. В Пантеоне похоронен первый король Объединенной Италии Виктор Эммануил II. Памятник, посвященный ему, мы видели на площади Венеция. Это был борец за объединение Италии. Об этом говорит и надпись на его надгробии – «Падре де ла Патрия» – «Отец Отечества». Здесь же похоронен Умберто I. Про него ходит легенда, что его призрак время от времени появляется здесь. Первый раз он появился после 30 лет его смерти. Один карабинер стоял на страже возле Пантеона и увидел фигуру, медленно двигающуюся на него. В фигуре он узнал призрака Умберто I. Король хотел передать ему сообщение политического характера. Но бедняга так и не смог вспомнить послание короля, так как был очень напуган и забыл его. Чтобы подтвердить случившееся, охранник показал рука в своей рубашке, на котором остался огненный след от прикосновения призрака. Многие гиды проводят экскурсию призраки Рима. Они рассказывают легенды о том, что по улицам Рима блуждает призрак Цезаря, Миссалины, Донна Олимпии, Беатри Чеченчи и многих других. Но это уже другая история. Рядом с королем Умберто I похоронена его жена Маргарита Савойская. В честь нее была названа «Пицца Маргарита». Согласно воле Рафаэля, местом его последнего упокоения стал пантеон. В памяти великом мастере его друг Бембо сочинил эпитафию, которую поместили под саркофагом. Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть. За 12 лет жизни в Риме Рафаэль создал столько, сколько бы ни создал ни один мастер за долгие-долгие годы. Он прожил всего 37 лет. О причине смерти ученые спорят и до сих пор. Существует множество версий о его смерти и захоронении. Спустя 300 лет после смерти Рафаэля, после многочисленных споров, было решено открыть гробницу и убедиться, что там находится Рафаэль. В 1833 году была сделана эксгумация. В течение месяца останки Рафаэля были выставлены для обозрения. Во время эксгумации присутствовали многие знаменитые писатели и художники, которые находились в то время в Риме. Их было около 75 человек. И только художнику Винченцо Комучини было предоставлено право изобразить процессы открытия и закрытия гробницы. А также в то время были сделаны другие рисунки и слепок с предполагаемого черепа Рафаэля. И он почти совпал с лицом, нарисованным на автопортрете. Затем останки поместили в саркофаг, который предоставил из своей коллекции папа. Даже после эксгумации ученые почти два века не были уверены, что останки принадлежали именно Рафаэлю, так как рядом были захоронены его ученики. Уже в наше время благодаря слепку черепа создали трехмерную реконструкцию головы Рафаэля и смогли восстановить 80% его лица. Теперь можно точно сказать, что в пантеоне похоронен великий художник Рафаэль. Трехмерный бюст художника, созданный в натуральную величину, обещали передать в музей дом Рафаэля в Урбино. Разработкой трехмерного бюста занимался профессор из Римского университета Торвергата. В пантеоне находится замечательная фреска Благовещения, выполненная Мелодсу де Форли. Продолжение следует... Бронза портика была переплавлена на пушке для защиты замка Святого Ангела. Народ негодовал, и на говорящих статуях появились новые сатирические стишки. Чтобы не упас лицом в грязь, папа Урбан VIII объявил, что бронзу взяли на возведение балдахина, который будет установлен в соборе Святого Петра. Но Бернини, который занимался балдахином, сказал, что даже не притрагивался к бронзе пантеона. Чтобы хоть как-то компенсировать ограбленный пантеон, папа приказал Бернини пристроить к нему две колокольни. И опять народ был недоволен. Эти колокольни сразу же прозвали «Ослиными ушками». Народ выражал свое негодование до того момента, пока колокольни не снесли. Они простояли всего несколько лет. Я еще не раз вернусь к «Ослиным ушкам», когда буду говорить о двух великих архитекторах того времени, Бернини и Боррумини. Расскажу вам очень интересную историю. Когда в конце XV века вокруг пантеона проводили раскопки, здесь были найдены не только урны с прахом, но и порфировые львы, которые находились рядом с пантеоном в храме Исиды. Этих львов в XVI веке установили на фонтан Аква Феличи. Но позже их перенесли в музей Ватикана, и здесь теперь находятся копии. За пантеоном на площади Минерва находится средневековая церковь Санта-Мария Сопра Минерва. Она сейчас на реставрации. И слоник с обелиском. Вот о нем мы сегодня и поговорим. Как известно, римляне любят давать прозвище всем. В прошлом видео я рассказывала вам про комплекс Викториано. Он был построен в память о Виктории Эммануэле II. Монумент в народе называли свадебный торт, печатная машинка, вставная челюсть. А этого слоника в народе называют цыпленок, пульчино де ла Минерва. Любопытная история связана с этим слоником, главным героем которой является величайший архитектор и скульптор Рима Бернини. В 1665 году в пристроенном к церкви саду доминиканского монастыря были обнаружены несколько обелисков высотой 5,5 метров. Это были египетские обелиски, которые украшали когда-то храм Есиды. Храм находился как раз рядом с этим местом, между церквями Санта Мария Сопра Минерва и Санта Стефана Дель Какко. Остатки от храма находятся под домами ниже уровня дороги на 5-8 метров. И неудивительно, при любых ремонтных работах что-нибудь да находят. Люблю тебя, Рим. Ты такой загадочный и неповторимый. В тебе спрятано столько тайн и загадок. Так вот, в доминиканском монастыре были обнаружены обелиски. Один обелиск сейчас украшает фонтан перед пантеоном, а другой стоит на спине слоника. Культ Исиды и увлечение Египтом было очень модно в Риме при императоре Августе. Об этом свидетельствуют не только обелиски. В Риме 13 обелисков. 9 из них были привезены из Египта, остальные считаются римской копией. Но и пирамида, про которую я вам рассказывала недавно. Папа Александр VII решил установить найденный обелиск перед церковью Санта-Мария Сопра Минерва. Для разработки проекта папа выбрал доминиканского монаха Палья и скульптора Джан Лоренцо Бернини. Это была борьба. Каждый представил по несколько проектов. Только Бернини представил 10 проектов, три из которых до сих пор хранятся в библиотеке Ватикана. Были представлены разные идеи, но папа Александр VII выбрал слоника Бернини. В 17 веке слон был редкостью. Даже если этих редких животных привозили сюда, то они умирали из-за климата или неправильного ухода. Папа Александр VII выбрал проект слоника, потому что слон уже был в Риме и жил в Ватикане. Римляне очень любили его, и раз в неделю им было разрешено приходить в Ватикан и любоваться этим животным. Проект и скульптура немного отличаются. Если в рисунке вся тяжесть веса обелиска распределяется на четыре ноги слона, то скульптура в итоге получилась другая. Вмешался доминиканский монах. Его задело, что для реализации проекта папа выбрал Бернини. Монах начал критиковать конструкцию. Он говорил, что тяжелый вес обелиска не может опираться на пустоту, и поэтому конструкция ненадежная. Бернини возражал против каких-либо изменений, потому что подобную работу он уже выполнял. Несколько лет назад он закончил работу над фонтаном четырех рек на площади Навона. Для примера покажу вам. Переместимся на площадь Навона. Обелиск поддерживает четыре аллегорические фигуры рек, а под обелиском пустота. Но возражение Бернини не было принято папой, и папа заставил прислушаться к мнению монаха. В итоге под телом слона появился мраморный блок. Бернини умело замаскировал его, накрыв слона одеялом. Проект слоника принадлежит Бернини, а выполнил работу его талантливый ученик Эркуле Феррата. Бернини задумал отомстить доминиканцу, который бросил ему вызов. Он установил слона так, что он был повернут спиной к монастырю доминиканского ордена, в котором, кстати, находился кабинет инквизиторов, и где работал завистливый соперник Бернини. И слегка сдвинул слонику хвостик. Это было как грубое и непристойное приветствие монахам. По-моему, очень смелое решение для мести выбрал Бернини, как вы считаете? На пьедестале есть надпись. Пусть всякий, кто видит резные изображения мудрости Египта на обелиске, несомым слоном сильнейшим из зверей, поймут, что для того, чтобы обладать твердой мудростью, нужен крепкий ум. Утверждают, что именно папа Александр VII посоветовал Бернини вырезать эту надпись. Говорят, что если дотянуться и потереть хвост слона, можно добиться успеха в бизнесе и повышения по карьерной лестнице. Когда я гуляю в этом районе, после прогулки сажусь на автобус у площади Навона. Я, как всегда, посмотрела в приложении, через сколько минут должен прийти мой автобус. И у меня было в запасе 15 минут. И чтобы не стоять на остановке, я зашла в церковь Сан-Луиджи де Франчези. Главное сокровище церкви – это три картины Караваджо, рассказывающие эпизоды из жизни апостола Матфея. О самих картинах подробно мы поговорим в следующий раз. Этому надо посвятить полностью видео. Хочется сказать, что когда Караваджо завершил работу и картины были установлены в церкви, для Рима это стало настоящим событием. Поток желающих увидеть новые картины мастера возрастал с каждым днем. Прошло время, и то, что я сейчас вам скажу, в это вообще трудно поверить. Во второй половине 17 века картины были сняты и спрятаны в подвал церкви. А место, где они висели, просто забелили. Эти три шедевра находились в подвале почти до 1922 года. О них уже и забыли. И только благодаря искусствоведу Роберто Лонге, это крупнейший итальянский искусствовед 20 века, картины увидели свет. Они были очищены от пыли, отреставрированы и в 1951 году выставлены на первой персональной выставке Караваджо. Когда я гуляю по Риму в этой стороне, то обязательно захожу в эту церковь полюбоваться шедеврами Караваджо. На этом наша прогулка заканчивается. В конце я добавлю маленький кусочек видео с парка тюльпанов. Хоть Рим находится на карантине, но гулять в парках нам разрешают. А я на этом буду прощаться с вами. Делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok